От брусчатки мы к ней примыкаем. Тут будет небольшая реконструкция с точки зрения повышения отметок, потому что это набережная в том числе и элемент защитного сооружения от паводков. Насколько придется поднять? Около полутора метров мы поднимаемся. Ну это понятно, это не стена будет, это пандус, это плавный спуск, плавный подъем. Строители приступают к участку набережной от речного вокзала до площади Славы. Это пятый этап создания объединенной набережной. Проект прошел экспертизу и получил положительную оценку. А вот такой вынос, как в парке Зарядье в Москве, мы можем наблюдать, представлен в проекте, это где? Это вот прямо где мы сейчас стоим? Получается, начало этого выноса, это где мы сейчас находимся, то есть у нас под демонтаж попал вот этот мостик, который не эксплуатируется, и отсюда начинается вот такой вот подковообразный вынос. Он порядка 8 метров высотой от уровня воды, посреднемноголетнего, то есть, ну, я думаю, будет очень интересная видовая площадка. Еще один причал, который летом отправляет туристов в Уюань, действовать продолжит. Часть демонтажных работ хабаровчане уже заметят весной на территории парковки речного вокзала. По проекту места для машин будут крытыми, зарядными устройствами для электромобилей, а над паркингом часть территории оставят для общего пользования с коммерческими помещениями и кафе. Если мы говорим про проектные сроки, это два с половиной года. Это срок строительства от начала до завершения, до ввода в эксплуатацию всех сооружений. Проекты следующих этапов объединенной набережной тоже скоро будут готовы. Шестое – это будущая музейная набережная ДВХМ. Ее предстоит соединить с Броскомолом. Седьмой – это пешеходный мост от Броска через Атон к Дамбе. Проекты этих этапов строительства отправятся на экспертизу для получения оценок в следующем году.